Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, у нас мороз и солнце день чудесный, плюс 3 и достаточно холодно, и хочу сразу обратить внимание ваше на эту витрину. Цвета, как это часто случается, искажает моя камера. На самом деле здесь мы имеем бежевое пальто и белый-белый свитшот. И хочу показать вам, что это снова компоновка на основе не более трех цветов. Посмотрите, как лаконично, как элегантно, как красиво смотрится образ пальто. Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает обувь. Она как будто бы старомодная. И это очень хорошее сочетание, это очень удобный и хороший и работающий прием. Когда мы берем действительно одну вещь, называется фори-контеста, то есть прямо-таки вне контекста, и миксуем, объединяем ее с тем, что привычно нам, привычно многим. Ансамбль, классическое пальто, плюс спортивная обувь, либо шуба любого фасона, современного, либо не очень, плюс, опять же, кроссовки, кеды, все, что угодно это может быть. Это как раз-таки пример таких компоновок, когда образ один сложен в одной стилистике, и оно что-то одно выбивается. Пуховик плюс шляпа, это тоже пример такой компоновки. Классическое пальто у мужчины, либо у женщины, плюс рюкзак. Спортивный, прямо-таки из брезента за спиной, это тоже пример вот таких стильных приемов, стильных трюков, и стильных, очень стильных компоновок работающих. Посмотрите, как это классно может смотреться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такое сочетание в плане формы и пропорции может быть очень спорным для многих и, наверное, является спорным для меня, хотя здесь, безусловно, укороченный верх прекрасно сочетается с широкими брюками, которые по своим пропорциям, конечно же, превалируют. Но мне очень понравилось сочетание. Посмотрите, зеленое и фиолетовое. Это образ, который построен прежде всего на удачном и красивом сочетании цветов. Это витрина Golden Point. Мне в который раз нравятся носки, в особенности мне понравились вот носки такого плана. Обратите на них внимание, у них достаточно плотная нижняя часть, которая будет, скорее всего, в обуви, и так называемая фактурная, слегка легче, очень часто туда тюль пришивается, но именно не поверх, а между, скажем так, между текстилем. Такие носки очень хорошо смотрятся, они очень хорошо носятся спущенными, прекрасно сочетаются что с босоножками, что со спортивной обувью. Это витрина Max Mara Weekend. И вот подобная куртка, она очень похожа на ту куртку, которую мы только что видели, яркого зеленого цвета. Это вещи, которые я не понимаю, которые, на мой взгляд, никого не могут украшать, и их очень-очень сложно стилизовать. Здесь снова хочу обратить внимание на рубашку под джемпер, под свитер, даже под водолазку, если вы сделаете стойкой вашу рубашку, то есть воротничок все равно будет видно, это будет смотреться очень красиво. Я много раз прибегала к такому приему и откровенно забываю носить таким образом, смотрится всегда очень-очень стильно. Субтитры подогнал «Симон» Если в вашем городе не продаются новомодные пуховики оверсайз, присмотритесь вот к таким пуховикам мужского, с мужского плеча, что называется. Покупайте на какие-нибудь три размера больше. Зеленый пуховик – это как раз-таки тот пуховик, который бы мне хотелось приобрести для себя. Я не очень люблю женскую вариацию на тему оверсайза, потому что там, как правило, очень много женской фактуры, то есть что-то пришито, что-то блестит, какие-нибудь ленты, тесьма и так далее, излишние надписи. Я люблю, когда все очень лаконично, очень строго, я бы сказала, даже сурово. И конкретно этот пуховик я на себе вижу. Укороченные уги Это, наверное, даже уже какой-то стильный аксессуар, в то время как уги классической длины, либо более высокие уги, они действительно могут достаточно испортить нам образ, испортить нам ансамбль. Но когда холодно, что называется, ничего не поделаешь. Я недавно снимала стрит-стайл Венеции, и мне даже понравились высокие уги. И почти до колена я показывала также соболиную шубу, и как раз это была компоновка, был ансамбль с угами. Дорогие зрители, эта подборка, эта съемка, она у меня лично получила рабочее название стрит-стайл шляп. Я обратила внимание, как классно смотрятся шляпы, и как они хорошо сочетаются, ну, практически со всем. Еще год назад я выложила на канале своем видео, где рассказывала, что шляпа это сложный аксессуар, при том, что я его очень люблю, я советую к нему присмотреться. Тем не менее, шляпу я категорически не советовала носить с удлиненной верхней одеждой. И говорила, чем ниже край нашей верхней одежды, чем длиннее наша верхняя одежда, тем уже должно быть поле нашей шляпы. То есть, шляпа должна быть максимально похожа на мужскую. Тем не менее, в этом году я кардинально поменяла свое мнение. Я вижу, что шляпы прекрасно сочетаются даже с пуховиками. Шляпы прекрасно сочетаются с тем, с чем раньше бы мы никогда их себе даже представить не могли. Не говоря о том, что мы бы их не надели. Шляпа стала аксессуаром совершенно точно трендовым, очень-очень удобным. Сочетается здесь и сейчас со всем. Просто потому, что мы, смотрящие на стрит-стайлера в шляпах, привыкли к тому, что шляпа может сочетаться и носиться со всем. Прошлой весной, когда я только-только начала осваивать формат стрит-стайла, я делала съемки в Венеции. И в кадр попала девушка. Она была одета очень спортивно. Но на голове у нее была классическая шляпа. И достаточно широкие поля эта шляпа имела. И именно тогда я обратила внимание, какое неожиданное сочетание. И какое хорошее и красивое это сочетание. Теперь могу сказать, по прошествии практически шести месяцев, даже чуть больше, шляпа совершенно точно сочетается со всем. КОНЕЦ В этом сезоне я также поменяла свое мнение относительно леопардового принта, вообще анималистичного принта. Мне он стал очень нравиться. Мне стали нравиться аксессуары, принтованные анималистичным рисунком. И мне стали нравиться вещи, имеющие анималистичный принт. Прежде всего леопард, потому что леопард имеет коричневые характерные вкрапления, которые я много раз говорила. Прекрасно смотрится, совсем сочетается этот цвет сженой карамели. И могу сказать, что теперь совершенно точно леопардовый принт для меня не является таким опасным и таким сложно компонуемым, каким был раньше. Имейте в виду, что леопардовый принт в одежде, либо в аксессуарах, в обуви, это может быть сумка, ремень, все что угодно. Особенно хорошо смотрится с темно-темно-фиолетовым цветом, либо с темно-темно-зеленым цветом. Я по-прежнему остаюсь приверженницей вот таких очень узких брюк, скини и все вариации на тему. Хотела обратить внимание на такой ремень. Очень часто меня критикуют за такие ремни, которые я ношу поверх жакета-пиджака, а также поверх шубы, поверх пальто. Но, как вы видите, их до сих пор предлагают. И вообще, я здесь в Италии, помимо анималистичного принта, очень и очень полюбила все блестящее. Все фактурное, прежде всего, в аксессуарах. Посмотрите, какая интересная обувь. Это витрина Патриция Пепе. Раньше бы мы сказали, что это обувь, но на самом деле из каких-то 80-х. Тем не менее, она набирает эта обувь популярность. И я думаю, что скоро мы ее увидим уже на стритстайлерах. Снова витрина Макс Мары пропустила тот простой факт, что это неудачная, на мой взгляд, компоновка. То ли шубой, то ли это дубленка. Мне все-таки понравилось сочетание с юбкой. И в особенности мне, конечно же, понравились носки и вот такая грубая обувь а-ля Челси. И в одном из своих родных видео я уже обращала внимание на то, как хорошо смотрятся самые обычные пуховики. Приталенные, либо оверсайзные пуховики с юбкой-карандашом. Обратите внимание, по весне, когда уже станет слегка теплее, вы сможете использовать такой трюк. И этот силуэт, поверьте мне, пуховик плюс юбка-карандаш, он достаточно непривычен. Снова короткие, очень-очень низкие уги. Ну что ж, дорогие зрители, вот на таком неоднозначном образе шляпа плюс ветровка. Я хочу с вами попрощаться, акцентировав внимание снова на головных уборах. Они очень часто могут замыкать нам удачно образ. Кстати, это, конечно же, не пример замкнутого образа. Здесь был бы замкнутый образ, если бы белый берет сочетался по цвету с белой обувью. Головные уборы – это то, чего часто нам недостает для того, чтобы сделать наш образ действительно стритстайлерским, классным и стильным. И, повторюсь, мы живем в прекрасное время, когда мода очень и очень лояльна. Если вам всегда нравились шляпы, это самое время, чтобы их носить, чтобы внедрить их в гардероб. Помните, что если вы покупаете вещь, непривычную для вас, будь то бижутерия, либо аксессуар, начинайте с бюджетной версии. Купите недорогую шляпу, возможно, из полиэстера. И если вы сможете ее носить, и вам в ней будет комфортно, вы сможете купить себе более дорогую версию. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.